Приветствую вас. Ответ на ваш вопрос будет зависеть от того, зачем вы реально обратились за помощью к нам, к психологам. Если вы обратились за помощью без серьезных наметений, просто, ну, есть проблема, да, проблему как-то нужно решить, как вы хотите проблему решить, ну, так, знаете, вот, такая надоедливая проблема, то одно. Если серьезно, понимаете, что паранойя, там, патологическая ревность, вот, правда, насколько патологическое еще нужно выяснять, конечно же. Дуэтс, другой вариант, это другой расклад и другое направление, вот. Давайте мы попробуем с вами сначала раскрыть некую такую, ну, первую век, первый вектор, вот. Вам все равно нужно будет это делать, но это так, поскольку, поскольку, да. Значит, во-первых, действительно нужно немного отдалиться от него, отстраниться, как вы написали. Больше времени уделить себе, больше времени заниматься собой, посвятить себя каким-то делам, вот. Значит, ну, может быть, общаться с другими мужчинами, вот. Может быть, имеет смысл как-то посвятить себе хобби немножечко, работе, вот. А здесь самая главная мысль такая, вот. Здесь самая главная мысль такая, что если муж захочет вам изменить, он вам изменит. Его ничто не остановит, и никто. Вы можете перенаправить свою энергию на положительное русло того негатива, который сейчас у вас имеется. То есть вы можете, например, своему мужчине проявлять любовь, внимание и ласку каждый раз, когда вам хочется ревновать. Я понимаю, что это не так легко, что это не так просто сделать. Но, тем не менее, если вы, вот, прямо будете отслеживать в себе вот эти вот проявления, и, отследив эти проявления, вы сможете их перенаправить, да, в положительную русло. Если вы будете это делать раз, два, три, четыре, там, сколько-то раз, то со временем вы это запомните и будете действовать уже именно таким образом. И, соответственно, скорее всего, ваши отношения, ваше поведение чисто внешне, да, оно, значит, ну, изменится. Оно будет, ну, по-другому, значит, вами реализовываться. Еще можно порекомендовать, вот, знаете, надо опять же из сферы вот такой чисто, да, из такой поверхности немного. Я бы порекомендовал вам пересмотреть свой внешний вид, может быть, немножечко по-другому одеваться, может быть, по-другому немножечко как-то вот себя вести, может быть, по-другому немножечко позиционировать себя, может быть, пересмотреть свой образ женского поведения, да, вот. Ну, это, правда, уже такой более продвинутый вариант, вот. И, соответственно, вы можете в этом вот направлении двигаться, да, то есть по направлению к обособленности, по направлению к большей самостоятельности от своего мужа, вот. Также вам можно подумать о том, как мужчина, ну, как мужчине нравится, чего мужчина хочет, что ему нужно, вот, что для него ценно, что для него интересно, какую модель поведения он принимает, на какой модели поведения восхищается, то есть что ему нравится в, ну, в женщинах, да, в женщинах и так далее. И вот постараться ориентироваться на это. То есть это такие вот достаточно поверхностные методы, которые могут помочь вам, значит, значит, справиться немножечко с ревностью, вот, но которые, к сожалению, не уберут первопричину, да, первопричину. А она, первопричина, заключается немножечко в другом. Она заключается совсем в другом. И это, конечно, предмет обсуждения уже в ходе индивидуальной работы. Вот, значит, что здесь я рекомендую вам, на что я рекомендую обратить вам ваше внимание. Во-первых, ревнуете вы по той простой причине, что в глубине души считаете себя либо недостойной, значит, либо недостойной этого мужчины, в принципе, и себя считаете недостойной, что говорит о наличии у вас непринятия себя и ориентирования на культуру полезности, что говорит о непринятии себя, что говорит об проецировании, то есть вы проецируете уход, например, возможный уход вашего мужа к другой. Женщине вы проецируете это как личное поражение и здесь это связано с вашими конфликтами. Вам также не хватает внутренней личностной организованности, то есть можно говорить о нехватке любви, которая проявляется в оральном агрессивном поведении, вот ваша ревность, скандалы, вот эти вот ваши крики, да, ссоры, которые вы, ну, пытаетесь, которые вы устраиваете. Все это по большому счету нечто иное, как проявление оральной агрессии. Что такое оральная агрессия? Оральная агрессия это во время, значит, детства раннего, значит, в процессе, в стадии кормления, то, как вы реагировали на, например, то, что мама, ну, допустим, убирала свою грудь, да, когда вас кормила. И, соответственно, недолюбленность вот эта вот, она у вас, скорее всего, имеет место быть. Ну, к сожалению, дело-то здесь не только в этом, да, дело не только в недолюбленности. Здесь дело еще и в том, что вполне вероятно, ваши родители вас до конца не воспринимали. от слова «вообще», то есть вы по какой-то причине, да, считаете по-прежнему себя некрасивой и не нравитесь себе. Это означает, что вы себя не воспринимаете такой, какая вы есть. не понимаете, то, соответственно, вас, ну, не может принять другой человек, с одной стороны, и, с другой стороны, вы никак не сможете построить нормальные отношения, потому что вам, мужчина, нужен сейчас муж для того, чтобы давать вам то, в чем вы нуждаетесь, нуждаетесь вы вот как раз и именно в любви, в том, чтобы человек, какой-то человек был рядом с вами и так далее. Так же, так же, ревность – это практически всегда страх одиночества. И это, опять же, непринятие себя до конца, вот. Соответственно, если мы говорим о непринятии себя, то мы говорим о конфликте, конфликте. Когда вы говорите, что я, например, не должна быть, допустим, какой-то, я не должна быть, допустим, такой, это всегда история про взаимоотношения с родителями, вот, история про непринятие вас, значит, родителями, и, вероятнее всего, постоянное стремление их к тому, чтобы вас как-то поменять, может быть, принизить и так далее. И отсюда, конечно, нарушения и представления о себе, и отсюда, конечно, и постоянные проекции на себя. Вот муж, пас нашим, там уйдет, значит, я плоха и так далее. Я думаю, что и мужчину-то видного вы выбрали себе не просто, да, чтобы постоянно доказывать себе то, что вы его, например, недостойны. Тут называется игра Визьян. Вот. И у истоков этой игры, у истоков игры Визьян, у истоков игры лежит страх близости. То есть вы можете бояться близости, потому что в близости вы раскрываетесь, а вы считаете, ну, себя этого недостойной. Того, что, ну, недостойны близости, потому что с родителями вы близки никогда, вероятно, не было. Вот. Как вы, наверное, понимаете, подобные вещи, ну, никак не решаются в рамках, в формате одного, значит, вопроса, да, подобные вещи решаются, исключительно в ходе индивидуальных консультаций. Вот. То есть тут необходимо выяснять отношения между вами и вашими родителями. Тут необходимо выяснять ваш опыт, почему вы вообще боитесь ревности, что для вас измена означает, какие мысли вызывают измены и почему. На что, грубо говоря, вы опираетесь при, ну, как бы сказать, при прогнозировании этого, да, то есть вот, ну, вот, есть ревность, да, вы ревнуете, вы боитесь, что человек вам изменит. Ага. И что будет для вас? Что для вас это означает? Что вам изменяют? Вот. То есть можно ли говорить о том, что вы любите сейчас своего мужчину? Нет. Говорить о том, что вы любите сейчас своего мужчину нельзя. Почему? Потому что любой предполагает полную свободу и полное принятие человека. Можно ли говорить о том, что вы его вообще не любите? Нет. Подобное говорить так же нельзя. Потому что какая-то, какая-то доля любви, конечно, есть. Но оно не чистое. Есть потребности. Например, потребность в том, чтобы доказать себе, да, допустим, что вы достойны такого видного мужчину. Это внешне, внешне выгодно. А внутренняя выгода может быть, наоборот, показать, что вы не достойны, что вы, значит, ну, не можете претендовать на то, чтобы быть счастливой. И, может быть, даже обвинить кого-то. Например, обвинить, допустим, ваших родителей в этом. В том, что вот у вас не получается устраивать отношения, допустим, ну, допустим, с мужчинами. То есть это перенос ответственность, бег от ответственности, если угодно. На мой взгляд, это тоже такие довольно важные проявления, которые необходимо изучать и исследовать. Потому что, видите ли, на древности стоит работать. За ревностью стоят вполне реальные желания, вполне реальные потребности и желания. И потребности, они вполне имеют право на существование. То есть, они имеют место быть. Их не нужно подавлять, их не нужно принижать, их не нужно обесценивать. Это то, что есть. Это то, что есть у вас. Это то, что важно. Другой вопрос. Можно задать так. Как вы удовлетворяете свои потребности? Как вы удовлетворяете свои потребности, например, безопасности? Почему вместо того, чтобы направлять энергию на личные границы, вы направляете энергию на тотальный контроль? Да? Почему вы выбрали эту модель поведения? Чем она обусловлена, эта модель поведения? И так далее. Важный ли это момент? Да. Очень важный момент. Это действительно очень важный момент. от выбора поведения и на что опирается ваш выбор в поведении. Почему вы решили контролировать мужчину? Почему вы решили не озаботиться, например, тем, что расставить границы, допустим? С какого момента у вас, например, вообще началась ревность? Началась ли она у вас, допустим, сразу или спустя какое-то время началась? Это тоже поможет увидеть, что именно важного для вас есть в этом мужчине. Что именно важного для вас? Далее. После того, как вы поймете эти вещи, осознаете их и будете корректировать свое поведение, постепенно представление о себе будет меняться, вы сможете и поведение свое изменить, сделать его более ценностным, более личностным. Понимаете? И тогда можно сказать, что мужчина ваш муж и будет как раз таки, ну, воспринимать вас, скажем так, более реально, да, более правильно. И не будет вас обесценивать. Как бы. Ох, вот. На мой взгляд, на мой взгляд, это самое адекватное, что можно вам сделать. То есть одно зависит от другого, да. Сперва вы, ну, меняете свое поведение, сперва вы меняете представление о себе, прорабатываете свои комплики, свои страйки. А потом уже, потом, после этого, да, вы можете и с мужем, и с мужем наладить адекватные отношения. Ну, то есть, именно, вот, как бы, дать мужчине возможность вас воспринимать, ну, совсем вообще по-другому. И так, как это происходит сейчас. Далее. В зависимости от того, насколько сильно у вас, вот, ну, есть вот эта вот проблема, да, насколько сильно у вас развита эта проблема. Насколько сильно развита, например, паранойя, насколько сильно вы ревнуете мужчину и так далее. Вот в зависимости от этих вещей можно говорить о том, можно говорить о том, что смысл обратиться к психиатру, к психотерапевту, к врачу вообще имеет место быть. И здесь, конечно, не очень понятно, почему вы не хотите обращаться к нему. То есть, если у вас это всё очень сильно и прямо на уровне паранойи, то имеет смысл обратиться, вот. Но, с другой стороны, это ваш выбор, и я думаю, что его нужно уважать, вот. Поэтому, старайтесь подумать над всеми этими вещами, которые я сказал, и выбрать для себя то направление, которое для вас более подходящее, что ли. То есть, хотите ли вы работать действительно над собой, хотите ли вы действительно работать над проблемой, или вы обратились просто вот, ну, просто так вот, просто чтобы исполнить некий долг, да, и так далее. Потому что работа с временем, это довольно серьезная работа, и если человек сам не хочет, то помочь ему не так много, на самом деле, возможностей есть. Вот. Что еще нужно обязательно, что еще обязательно нужно сказать в этой ситуации? В этой ситуации обязательно нужно сказать то, что возможно последует привлечение вашего мужа к работе. Потому что, если меняетесь вы, то скорее всего вам захочется, чтобы менялся и ваш муж, то есть тоже как-то может быть он вас провоцирует на это. Вот. То есть, здесь ситуация, конечно, такая, что и ему тоже придется, ну, какую-то роль сыграть, если вы хотите менять. Опять же, это вопрос. Вопрос такой, насколько вы готовы. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам, знаю, что мало информации, наверное. Вот. Ну и вы, пожалуйста, хотите понять, что то, что вы описываете, это всего лишь следствие, но никак не причина. Причина вашей ревности кроется на восприятии себя, на неприятии себя, в отсутствии личных границ, в обидах на родителей. Возможно, на какие-то неразрешимые, неразрешенные, точнее, противоречия при взаимодействии с ними, именно с ними, с вашими родителями. Вот. Возможно, еще какие-то значимые события произошли в вашей жизни. Например, ну, допустим, вам изменяли и вас бросали, и вы восприняли это именно на свой счет, опять же, потому что такую модель восприятия дали вам ваши родные. Вот с этими вещами следует разбираться, если вы действительно хотите избавиться от этого ада в вашей душе. Вот. И начать я предлагаю именно с того, что вы определите, чего вы хотите. Чего вы хотите. Вот. Паранойя – это тревожность. Паранойя – это именно тревожность, это тревожное состояние. И тревога, она связана с тем, что при равных условиях, при равных, может быть, ну, ситуациях, при равных моделях, при равных моделях отношений, вы используете одинаковые поведенческие элементы. Так как ситуация, которая, ну, которую вы оказали, да, она требует немножечко другого, она требует более гибкой, более гибкой модели поведения. Ну, и, конечно, 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 то, что вы ревнуете, то, что вы так пытаетесь достичь, я бы сказал, своей безопасности, это также говорит о том, что эта потребность, базовая потребность неудовлетворена, и полностью, полностью она удовлетворяется, не удовлетворяется вообще полностью, но именно поэтому вы от него и зависимы. Потому что сами и полностью потребность вы не удовлетворяете в своем. Я полагаю, что это проблема, в первую очередь, для вас, и, соответственно, решать ее нужно именно в таком порядке. Ну, либо можно от частного к общему, а можно от общего к частному. Это зависит от того, как будет лучше. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. На этом все. Если у вас остались вопросы, вы можете написать их в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok